Ну что дорогие друзья и снова всем привет и снова с вами Юля. Сегодня будем говорить об очень интересном смартфоне с полной защитой корпуса, большим фонариком, отличными камерами, большой оперативной и встроенной памятью, с запредельной емкостью аккумулятора и доступной ценой в дни глобального запуска телефона на официальной странице производителя на Алиэкспресс. Так что будете брать продукт из первых рук. Помимо этого компания разыграет 50 спортивных умных часов и 10 смартфонов Fossibot F102 между теми, кто подпишется на официальный сайт Fossibot, оставит этот тег в комментарии и закажет по предзаказу телефон. Для тех, кто переживает, что это новая компания, покажу защищенный планшет Fossibot DT1 на который мы делали обзор и работает он без проблем. Все ссылки будут стоять в описании под этим видео. Ну а я возвращаюсь к смартфону Fossibot F102, который упакован в ярко-оранжевую коробку с логотипом производителя на лицевой стороне. Все очень просто и лаконично, без излишеств. В комплект поставки вошли сам смартфон, кабель, зарядное устройство и техдокументация. Что нужно отметить сразу, так это брутальный внешний вид, где мне очень понравилась красная отделка корпуса. Ярко и неординарно. Хотите выделиться из толпы любителей стеклянных до более одинаковых телефонов, есть повод обратить внимание. Но, кстати, будет и более классический цвет корпуса. Как я уже говорила, здесь заявлена полная защита этого телефона. Первое – это от воды и пыли по стандартам IP68 и IP69K, где вы можете с телефоном купаться, нырять и вести съемку под водой, также звонить под дождем и при надобности вымыть от грязи под большими струями воды. Но также есть и военный стандарт Milestad 810H, гарантирующий вам защиту от сердечного приступа во время случайного падения смартфона из ваших рук. И вы, и смартфон целы и невредимы. В общем, надо признать, что FostiBot F102 имеет достаточно много сертификаций проверки своих возможностей. А вот у меня столько нет. На тыльной панели, помимо блока камер, есть еще и большой светодиодный фонарик, состоящий из 300 светодиодов со светосилой 495 люмен и мощностью 3 ватта. Способен осветить довольно немалую площадь при ходьбе, езде на велосипеде, на рыбалке или в любом другом месте. Имеет трехуровневую регулировку яркости для разных сценариев востребованности. И два режима – это SOS с определенным чередованием мигания вспышки и постоянное мигание при аварийных ситуациях. Сам фонарик способен работать до 20 часов. Однозначно полезная вещь. Теперь, дорогие друзья, тыльная камера, которая отметилась главным датчиком на 108 мегапикселей от Samsung с диафрагмой f1.8. Второй датчик на 5 мегапикселей для макросъемки. Достойный тандем. При этом есть режим Pro, замедленная съемка, портрет, GIF и т.д. Для хороших фотографий днем более чем достаточно. А вот для ночных съемок есть отдельная камера ночного видения на 20 мегапикселей от Sony IMX350 с размером матрицы 1 к 2,76 дюйма и размером пикселя 1 микрон, который позволяет при поддержке двух инфракрасных светодиодов делать фотографии и видео в полной темноте. При этом сам инфракрасный свет, во-первых, не видим, во-вторых, не производит электромагнитного излучения, плюс наличие автофокуса с дистанцией фокусировки до 45 метров. Ну что можно сказать, достойное предложение за доступный ценник. При этом не подкачала и селфи камера, которая получила датчик на 32 мегапикселя от Sony IMX616 с диафрагмой f2 и функцией разблокировки смартфона по лицу пользователя или лицом пользователя. Естественно, все что вы сможете снять и ночной и основной камерами и селфи захочется где-то посмотреть и вау. Производитель предусмотрел еще впереди и IPS-экран, при этом размером 6,58 дюйма с разрешением 1080х2408 точек, что сформирует плотность пикселей в пределах 401 на дюйм. Соотношение сторон заявлено 29, а соотношение экрана к корпусу будет 84%. Но первой фишкой здесь является частота обновления экрана 120 Гц, и это гарантирует вам плавный пользовательский интерфейс, плюс технология HDR. А вторая фишка заключается в том, что экран получил защиту стеклом Dragon Trail от Asahi. Как правило, такое стекло заявляют гораздо более дорогие смартфоны. Еще одной фишкой Fossibot F102 будет его аккумулятор, который получил очень большую емкость 16500 мАч и поддержку 33-ваттной быстрой зарядки. При этом есть поддержка функции обратной реверсивной зарядки, чтобы одолжить питание еще какому-нибудь другому устройству просто на ходу. Ну и теперь производительность, дорогие друзья, за которые здесь отвечает 6-нанометровый процессор Helio G99, имеющий два ядра Cortex-A76 с тактовой частотой 2,2 ГГц и 6 ядер Cortex-A55 с тактовой частотой до 2 ГГц. Графическая подсистема содержит ускоритель ARM Mali-G57MC2 и есть эксклюзивная игровая технология HyperEngine. Сам смартфон набирает в Antutu более 400 тысяч баллов. Да и сама оперативная память получила 12 ГБ формата LPDDR4X с возможностью расширения еще на 8 ГБ из внутреннего хранилища, который, кстати, тоже имеет немалые 256 ГБ стандарта UFS 2.2 и который тоже можно увеличить до 2 ТБ карты памяти microSD. Ну просто отличное предложение. Еще отмечу, что сам смартфон работает на чистой операционной системе Android 13 со всеми лучшими функциями, которые она имеет. И здесь бы я отметила сумку с 12 профессиональными приложениями, которые будут полезны на каждый день. Помимо этого, есть двойные динамики с объемным звучанием. Встроенный модуль NFC позволит расплачиваться смартфоном и здесь надо сказать, что не все более дорогие аппараты имеют такую функцию. Есть отдельная физическая кнопка для быстрого доступа к одному из семи востребованных приложений. И здесь же ниже находится отдельная кнопка для включения и выключения фонарика, что очень удобно. На другом торце расположили кнопку питания со встроенным сканером отпечатка пальца и выше находится качелька регулировки громкости. Также есть порт USB Type-C с поддержкой OTG. Сети представлены 2G, 3G, 4G LTE, Voltea. Заявлена поддержка беспроводной связи Wi-Fi 802.11 с окончанием AC и Bluetooth версии 5.2. За навигацию отвечают такие системы, как GPS, GLONASS, Beidou и Galileo. Напоминаю, дорогие друзья, что Fossibot F102 уже доступен для предзаказа и его можно купить по очень доступной цене в дни глобального запуска телефона на официальной странице производителя на AliExpress. Помимо этого компания разыграет 50 спортивных умных часов и 10 смартфонов Fossibot F102 между теми, кто подпишется на официальный сайт Fossibot, оставит этот тег в комментарии и закажет по предзаказу телефон. Все ссылки будут находиться в описании под этим видео. Ну что, как всегда, в конце подведем итог. За очень приемлемую стоимость вы получаете защиту корпуса по всем возможным стандартам. Хорошая производительность с большой оперативной и встроенной памятью. Отличные две тыльные камеры с датчиком ночного видения. Большой фонарик Android 13, IPS-экран с хорошим разрешением и высокой частотой обновления. Большую емкость аккумулятора с быстрой 33-х ваттной зарядкой и модуль NFC. Так что есть повод присмотреться. Ну а я заканчиваю свой обзор и, как всегда, не прощаюсь с вами. Не уходите от нас, чтобы всегда быть в курсе последних новинок мобильных девайсов. Обязательно комментируйте, ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал тех, кто еще этого не сделал, не забывая нажимать на колокольчик, чтобы быть в курсе последних новостей с нашего канала. С вами была Юля и канал новых технологий. Всем пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok